здравствуйте друзья письмец у нас выиграл лотерею диме green card лотерею но интервью еще в посольстве только предстоит вопрос стоит ли пытаться искать уже работодателя на расстоянии чтобы по возможности пройти прийти в посольство уже с оффером либо пока нет смысла так как на руках нет официальных документов с одобрением визы на что они могут и не рассматривать таких как я также если иметь ввиду новую политику сша которая закручивает гайки для иностранцев в работе типа отбираем рабочие места для местных и что могут из-за этого на поток все компании отказывать да вот такой вопрос серьезно ну давайте с конца начнем а человек у которого есть green card это местный человек это не иностранец которая отнимает работу у местного а это абсолютно местный человек поэтому в этом смысле переживать не надо то есть если бы они скажем делали вам какую-то рабочую визу или делали какой-то внутри корпоративный перевод там из другой страны можно было бы сказать что они что-то у местного отняли а вы есть местный green card это постоянный житель страны чё же значит в этом смысле никаких проблем нет более интересный вопрос это на самом деле два вопроса первый вопрос стоит ли искать работу до того как ты в страну приехал вообще работу или надо приехать на местность и уже тут искать и ну давайте может быть с этим сначала мы знаем людей это не редкость но бывает в общем это бывает что человек хороший специалистом вот я знаю айтишников может быть и в других областях тоже есть такие которые выиграв green card начинают там шаровать и у них примерно уже в голове есть дата приезда и они под эту дату приезда ищут работодателя с одной стороны конечно работодатель хочет человека чтобы он завтра вышел на работу ну через две недели с другой стороны посмотрите вот на скажем тех кто делает рабочую визу своим там будущим сотрудникам он сегодня вот в апреле он на них подает с тем чтобы они в октябре в лучшем случае а то и в ноябре и в декабре вышли на работу поэтому если человек стоит того как бы смысле квалификации они с удовольствием подождут там его некоторое время поэтому упирается в квалификацию конечно то есть да люди находят работу но как сказать рассчитывать на это нельзя это такая в некотором смысле везуха то есть получилось хорошо не получилось значит едешь куда хотел ехать и там на месте ищешь это намного намного проще и намного интенсивнее процесс это первый первая часть вопроса вторая часть вопроса состоит в том что приходить с оффером на интервью по green card лотерею значит тут вот тонкость какая offer это не работа до offer это бумажка в технические вы можете рассказать миша сделай мне бумажку я не буду вам делать но в принципе допустим если бы я был вашим приятелем или там кем-то знакомым или там знакомым знакомого вот у меня есть свой бизнес я вам написал бумажку мне несложно я написал бумажку потом даже если мне позвонят из посольства а это может быть тоже бывает есть шанс такой позвонят когда скажет да это действительно я его жду вот он пусть там мы что говорили то есть бумажку какую-то вы можете сварганить но дело в том что люди которые в посольстве там сидят вот эти консулы они тоже понимают ценность бумажки ну как сказать насколько они всерьез это примут я не знаю из того что я из того что я знаю сталкиваясь с этим как бы предмет надо вот с такими письмами с такими офферами на бумажке из прошлой жизни то есть я знаю какое количество людей которые пытались так сделать но вот они говорят по их рассказам что в посольстве на это как-то так смотрели вот что есть бумажка что нет то есть никто не впечатлился бумажкой когда люди хотели делать такие бумажки они хотели их делать когда у них не было денег на счетах когда у них не было недвижимости и они должны были ну как бы на этом интервью показать что они не будут обузой для государства там и так далее что они не сядут на вейлфер что у них есть ресурсы какие-то вот я и воды в отсутствие ресурсов таких понятных всем виде там квартиры хотя квартиру можно и не продавать правда полно народу которых была квартира не говорили меня из квартиры они не стали ее продавать а так и уехали поэтому есть условность в этом во всем то же самое с деньгами я знаю людей которые там клали деньги на счет специально чтобы там сделать справку и принести в посольство то есть еще раз условно все это условно и и сотрудники потом посольство консулата они тоже понимают все это условность там не не хуже нас с вами значит оффер а так вот люди пытались сказать мне я не сяду на шею обществу вот у меня есть оффер вот пожалуйста меня там берут на работу я договорился там откуда вы знаете человека на форуме познакомились иммиграционном но работа такая штука что вас могут во первых когда вы приедете не взять на эту работу потому что обстоятельства меняются второе вы можете поработать недельку и вас отправят с этой работы тоже бывает вот я недавно вам рассказывал историю как женщина и и она первый день приехала на второе и уже потом знакомый привел к себе на работу она стояла и значит должна была людям давать булочку и кофе булочку и кофе но вот и там человек под не улыбаться улыбалась она хорошо подошел мужик американец какой-то и значит до кофе там был значит там я не помню сколько там этих сортов кофе было но он подошел и сказал ей тиках тиках вот на ее ее восприятие был такой шутка тика она знает что не вести то есть чай и у нее есть значит кофе значит я он дает как-то тиках она несколько раз переспросила быть тиках и начинает раздражаться она быть ну ну пожалуйста если он хочет так она ему налила пол чашки чая пол чашки кофе отдала вот и он после чего ее уволили в первый же день поэтому я просто чего рассказывать что работа делал такое очень часто люди с оффером настоящим нелиповым приходит первый день на работу а им говорят вы знаете позиция сокращена еще до того как он вообще вышел на нее это тоже бывает значит опять все это очень относительно и условно даже если у вас есть там какой-то фидвитов саппорт то есть какой-то американец там написал какую-то бумажку что он вот вас материально будет поддерживать тоже пойди собери с него там и господи ты боже мой в общем есть есть сложность такие поэтому я я не слышал такой мотивации в наличии job offer чтобы показать что у него есть деньги что он не сядет на шею общество в этом письме такого нет поэтому видимо человек имеет ввиду по-серьезному искать работу не имея даже одобрения не имея даты приезда там и так далее так далее я бы не стал честно но но еще зависит от его профессии может быть и такая уникальная замечательная профессия он такого высокого класса специалист что это как-то реальная я не знаю но в общем и в целом я бы я бы не заморачивался кроме того когда он конечно на руках нет официальных документов официальные документы на руках у вас не сразу появятся вы приедете в страну еще может там три четыре пять иногда шесть недель на то чтобы green карту в руки получить но просто когда вы с самолета сойдете а даже не самолет а когда вам штемпель в паспорт или бумажку наклеивать по-разному бывает так вот как на этой бумажке написано что она заменяет green карту на год в смысле того что является разрешением на работу вот но никто вас не спросит эту фигню когда вы будете искать работу вы просто объясняете что вы находитесь в каком-то процессе там у вас будет green карта вы приезжаете с green карты все дела и так далее поэтому вот такая примерно картинка будем искать где запарковаться ночью существенно что мы с работы начали и работой заканчиваем хорошо когда экономика хорошая когда дел много у людей и захотел работать полно работает вот это то экономика в которой мы сейчас находимся и можно сказать что товарищ который green карту выиграл повезло потому что мы например приезжали в такое время тесновато здесь приезжали в такое время когда с работой был совсем плохо была рецессия гнусненько было гнусненько вот друзья а вам хорошо приезжайте и что называется инжойте лайф ну давайте развернусь что ли вот приезжайте работаете оффер до оффер после больше денег меньше денег начнете на меньше потом будет больше и так оно и пойдет счастливо и и и и и и